Любовь и на продажу. В суд передано дело о жительнице Минска, которая организовала поставку белорусских девушек за рубеж. Еще на родине юным красавицам сообщали, куда и зачем они едут. В России барышням предстояло заниматься проституцией. Для некоторых деятельность была не новой. Одни охотно соглашались на смену обстановки, другие ехали за деньгами. Координация работы шла из Минска, а в Москве с девушками находился представитель бизнес-леди, который решал на месте, например, бытовые вопросы, в том числе ценообразование и поиск так называемого офиса. О цене любви расскажет Карина Пашкова. Прокуратура Минской области уже направила в суд уголовное дело в отношении 32-летней жительницы столицы. На протяжении нескольких лет дама занималась вербовкой девушек для работы ночными бабочками в Москве. Фигурантка уголовного дела в период времени с ноября 2009 года по февраль 2012 года, находясь в городе Борисове и других городах Республики Беларусь, подыскивала женщин, желающих заниматься проституцией за пределами Республики Беларусь, в частности в Российской Федерации. А также лично привлекала к занятию такой деятельностью девушек, ранее не занимавшейся проституцией. Поиском жриц любви дама занималась в интернете. После того, как потенциальная проститутка соглашалась на условия так называемой мамочки, девушку отправляли в город больших возможностей, в Москву. Бизнес 32-летняя жительница Минска организовала вместе с тремя своими знакомыми. Причем у каждого из этой компании была своя четко определенная задача. Дама занималась поиском сотрудниц, а мужчины снимали в Москве апартаменты для дальнейшей работы девушек. Кроме того, они подыскивали клиентов и отвечали за благополучный транзит белорусок в Россию. Приток клиентов у ночных бабочек был ежедневный. Для этого работодатели проводили активную пиар-программу своих сотрудниц в интернете. На рекламу организаторы клубничного бизнеса не скупились, за что в итоге получали неплохие дивиденды. Согласно материалам уголовного дела, за 4 года активной работы сусенеры получили доход в 900 тысяч российских рублей и более 250 тысяч долларов. Кому продали душу и за сколько отдавали себя? Подробности любви по прейскуранту смотрите завтра в итоговой программе «Зона Х». Карина Пашкова, Дмитрий Горкуша, «Зона Х», Минск.